я кстати хотела сказать о том что мы вчера естественно смотрели евровидение болели естественно за украину и не только за украину мне еще очень понравилась португалия там девочка пела но вернее там не одна девочка там их команда группа вот под номером 3 они были а ты тоже за них эсэмэску отправлял да милаш вчера на телефоне был отправлял эсэмэски естественно мы отправляли из украины эсэмэски не одну потом а кто еще нам понравился с начала говорить литва литва до литва мне понравилось такая ну прикольная такая певица была не знаю что мне понравилось и песенка такая была хорошенькая поляк хорошо пел у него хороший голос ничего не спорю номер был красивый эти спецэффекты и молния и снег и ветер и дождь прям как погода в польше в бензамине вот понравилось но знаете что почему именно мне лично как бы на мой вкус как-то что-то я подустала тут этих песенок и таких лирических флаксивых хочется чего-то такого веселья дурачество какого-то тоже не гавкай да и видео до снимать вот например молдавия не так зажгли публику вообще просто я не знаю все там хлопали они прыгали ну прикольно подурачились там и скрипка и балалайка и все подряд было не знаю наверно просто из-за того что исходя из всех событий которые произошли хочется какого-то такого позитива энергии как-то так голове тут вообще не поймет чего потом мне еще испания мне понравилось испания мне понравилось тем что во первых у них номер был зажигательный такой и понравилось мне тем что они тоже взорвали зал взорвали публику было прикольно очень и человек что-то хотела сказать ну костюмы такие как бы сама постановка как бы номера и певица то что она как бы вместе со своим ансамблем да с этим более там или как правильно сказать то что она с ними вместе танцевала и такая активная девушка ну прикольно было да скажи а до него же говорит что на бьемся было похоже и кстати вот как раз милаш мне напомнил о том что понравилось мне швеция ну как понравилось изначально начала нравиться потом я поняла что это похоже на плагиат я не могу вспомнить сейчас и сказать о бонни тейлор вот швеция прям как будто ну прям спародировали скопировали полностью эту песню да когда закрываешь глаза и слушаешь такое ощущение что ты знаешь эту песню и то же самое касается по моему бельгии или кто там такой мальчик негр по моему ну темнокожий с белыми волосами вот тоже принципе номер был поставлен хорошо в принципе все отлично но уж больно похоже на какую-то известную песню кстати мне понравилось великобританию великобританию голосование когда были голосования то они шли впереди и честно мне понравилось ну как он спел такой необычный парень необычный персонаж но прикольно было вот но все остальные так послушать но вот больше всего мне понравилось португалия украина украина скажу честно мне песня это нравится реально нравится и уже давно давно она мне нравится и ну любом бы случае болела за украину и милаш кстати болел за украину не из-за того что он как бы со мной до кухами просто это его личное мнение и песенка понравилось и хотелось поднять дух этот украинский дух хотя бы благодаря евровидению а сербия мы вообще в шоке были да мы в шоке были что что столько голосования много получили но номер был какой-то такой вообще необычный в какой-то момент мне показалось что это как секта какая-то и что они что-то там шаманят что-то делают непонятное подожди подожди сейчас договорю за сербию и у нее взгляд у этой певицы такой какой-то ну реально она как будто шаманила обряд как будто какой-то проводили и больше всего что меня удивило что за сербию столько много голосов от зрителей именно смс но может да может из-за этого что мы не понимали о чем песня ну да и еще у меня больше всего что шок привело это то что за германию вообще так мало проголосовали я согласна что возможно кто-то там смотрится как сказать с политической да там с экономической точки зрения но не знаю даже с какой точки зрения кто как смотрит вот согласна что до украина как бы и возможно выиграла из-за того что сейчас война на украине поэтому как бы больше людей проголосовала но суть не в этом суть в том что парень с германия он реально классно спел сам играл на инструментах там да и он реально классно спел мне понравилась песня и кстати песня такая чтоб я ее еще раз послушала с удовольствием ну как-то мне кажется совсем не как-то так может не знаю почему но для меня был шок а три сестры кантри такая спокойно это и они такие прям как будто а то есть и ковбойки с техаса какого-то но прикольно было да они такие миленькие но песенка такая что ты ее слушаешь и когда так успокаиваешься я милошу говорю у меня такое ощущение что я сейчас уснул вот так что мы рады тому что выиграла украина и ждем следующую нашу самую главную победу это победа над орками да чтобы был мир да вот на этом я прощаюсь что мы с тобой наболтали кухонный тут ого-го все всем папа а а а а а а а